Согласно прогнозам Минфина, в 2022 году среднегодовая инфляция составит в Литве почти 16%, что на 6% пунктов больше, чем прогнозировалось в марте. Какие, как говорится, мы оптимисты. Потому что от марта прошло только три месяца, впереди еще полгодика и поводов думать, что ситуация станет лучше нет. Вы, простите, как бы не Россия. Тем более уже и из Германии намекают, что злить русского медведя про блокаду Калининграда никто не забыл. Удовольствие не то, что дорогое, оно как бы сильно опасно для здоровья. Товарищи с территории 404 не дадут соврать. И вот правительство Германии возмущено решением Литвы прекратить транзит грузов в Калининградскую область и настаивает на снятии ограничения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-издание «Шпигель». Так сказать, не ищите здесь связи с обещанной остановкой еще и Северного потока. Один на плановую техническую паузу в июле. Так получилось. А что дальше получится, так как дяди и тети из Евросоюза реально выпрашивают люлей, даже думать не хочется. А ведь на самом деле зачем было настолько портить себе жизнь? Россию, несмотря на то, что когда-то эти граждане входили даже в нашу империю, все устраивало. Товарищам из трех независимых республик после развала СССР позволяли видеть себя в качестве хаба между российским и европейским рынками. Удобного места для отдыха и вообще тихой провинциальной гавани в двух шагах от российского центра. Поэтому собственно Москва долго и закрывала глаза на нехорошее поведение соседушек, потому что на самом деле в теории это якобы приносило выгоду всем. Ребята получали деньги, Кремль имел коридор для общения с западными партнерами. Но куда там? Мы же, как говорится, не ищем легких путей. И вот раз за разом наши соседи из непобедимой прибалтийской триады тигров испытывают терпение Москвы. Вернее, если честно, у них уже получилось. Буфера спокойного, нормального, ответственного между Россией, которая хотела стать Европой и Европой, которую сегодня сложно назвать, но вы поняли, не получилось. И это значит лишь одно. Вот, например, государственное акционерное общество Латвийская железная дорога выставляет на аукцион 4000 тонн черного металлолома. Типа скоро будут гиперлупы, а пока походим пешком. Ведь все это гадость, что когда-то построил СССР. И это точно не конец истории.